Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Улицу Чистопрудненскую в Кирове продлят за 213 миллионов рублей. Объявлен конкурс на поиск подрядчика, который продлит улицу до перспективной производственной. Начальная цена контракта – 213,5 миллионов рублей. Построить дорогу должны до 30 ноября. Предполагается, что это будет двухполосная дорога шириной 9 метров и длиной более 600 метров. Рядом с проезжей частью построят тротуары и велодорожки. На всем протяжении строящейся улицы предусматривается устройство одностороннего освещения справа, а также строительство временного разворотного круга. Экономика. Кировчане чаще всего вкладывают деньги в недвижимость, а также кладут на депозиты. Об этом в эфире нашей радиостанции рассказал эксперт по финансам и инвестициям Константин Кропанев. По его словам, покупка квартиры в приоритете особенно в том случае, если у человека есть возможность получить жилье по льготной ипотечной ставке. А в том, чтобы класть деньги на депозитные счета, кировчане видят некую гарантированную доходность. И этот механизм людям понятен, в отличие, например, от покупки акций или облигаций. При этом, отмечает Кропанев, если посмотреть структуру депозитов, то доля валютных счетов в Кировской области не превышает 10%. В столице этот процент намного выше – порядка 50. В эфире «Экономика». Тариф на отопление в Кирсе может снизиться на 15%. Там планируют построить новую котельную, которая будет работать на местном виде топливом торфе. На строительство котельной привлечены средства специального казначейского кредита из федерального бюджета. 773 миллиона рублей предоставят Верхникамскому и Котельническому районам. Перевод котельной Кирса на торф позволит снизить плату жителей города за отопление. Снижение прогнозируется примерно на 15%, отметил губернатор Александр Соколов на еженедельном совещании в правительстве. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.